Пирожные стоили 10 рублей. Денег не было, неважно, это бешеная цена, 10 рублей за пирожное. И когда мы маму с братом просили, купи пирожное, она говорит, кончится война, купим пирожное. Я не знаю, о чем думал Сталин, Жуков, Гитлер, но мы точно с Яркой были уверены, война кончится, потому что нам нужно пирожное. Уникальный проект «Живой музей. Детство в запасной столице» посвящен куйбышевцам, чье детство пришлось на военные годы. В записи Альманаха в видеоинтервью приняли участие учителя и ученые, инженеры и врачи, люди самых разных профессий. Проект задумали хранители музея Эльдара Рязанова. В уникальной экспозиции сразу два зала посвящены Куйбышеву, запасной столице. Они позволяют окунуться в воспоминания будущего режиссера, который в 41-м году в Куйбышеве закончил седьмой класс. В год 75-летия Победы захотелось посмотреть на детство в запасной столице не только глазами нашего главного героя, но и глазами его сверстников, которые до сих пор здесь живут. И поэтому мы инициировали запись нескольких видеоинтервью с представителями поколения детей войны. Участники проекта подарили музею вещи военного времени. В первом зале создали экспозицию. Здесь можно послушать и аудиовоспоминания. Сделать это можно будет после окончания самоизоляции. В интерактивном кубе представлены предметы, дающие символическую отсылку к аудиовоспоминаниям людей, живших в военном Куйбышеве. Например, открыв вот этот ящик, мы можем услышать историю о том, как дети во время войны на шестом причале, где тогда находилась свалка вооружения, играли вот этими гильзами. И увидеть их своими глазами. Мы можем прикоснуться к подлинным живым воспоминаниям через игрушки, через те же самые хлебные карточки, попробовать понять, попробовать примерить на себя те испытания, с которыми им приходилось справляться каждый день на протяжении этих пяти лет. Услышать истории героев проекта можно на сайте музея Эльдара Рязанова. Ссылка указана на экране. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Продолжение следует...